Друзья, всем привет! Искал для вас сегодня интересные новости про Швейцарию. Читал, читал, искал, искал и наткнулся на одну такую очень познавательную и интересную статью о том, как устроены кекс-клубы в Швейцарии. Слово на букву «С» мы не будем произносить, потому что такие, к сожалению, слова на Ютубе нельзя называть и можно бан получить, поэтому кекс-клуб. Вы понимаете, о чем речь. Вы знаете, я уже много раз слышал о том, что в Цюрихе, в Швейцарии очень сильно развита именно клубная индустрия, мероприятия, дискотеки, тусовки. И, в принципе, я это видел, да, видно, что бары, дискотеки, люди постоянно клубятся, тусят, на выходных особенно. Но что касается кекс-клубов, я, в принципе, слышал о таком. Но я думал, все-таки это, знаете, какие-то придумки или байки, или, так сказать, ну, фантазии, да, там, моих друзей или товарищей. Я не верил до конца, что такое бывает. Так вот, представляете, корреспондент газеты «Русская Швейцария» по заданию редакции посетила швейцарский кекс-клуб. Цюрих может показаться скучным местом, где пунктуальные швейцарцы в деловых костюмах ходят с одной деловой встречи на другую, забывая обо всех радостях жизни. Однако это лишь картинка, которую видят туристы. Ну, в принципе, я эту картинку тоже вижу, как швейцарцы от ночи до зари работают, я сам так работаю. Но, как говорится, до какого тут кекс-клуба, да? А оказывается, все не так просто. На самом деле, консервативные и правильные швейцарцы... Смотрите, какая интересная машинка поехала. Отвлекает нас от видео, но тем не менее. Тем не менее, только пердит, извините меня громко. Тем не менее, консервативные и правильные швейцарцы знают толк в удовольствиях. В очень нетривиальных удовольствиях. В Швейцарии популярностью пользуются кекс-клубы. В одном из них побывала корреспондент. Отправляясь в швейцарский кекс-клуб, важно понять с самого начала, что это необычное, и у них есть своя специализация. Например, Ганг-банг-клубы. Обычно эти заведения имеют незамысловатые названия, такие как просто кекс-клуб, они так и называются. Но стоит отличать бесплатный сыр от мышеловки. Большинство заведений с таким названием, которые рекламируются в интернете или попадают в тургайд, это открытые публичные дома, где много девушек за деньги оказывают мужчинам услуги. Средний прайс в Швейцарии, чтобы пообщаться с девушкой, от 250 франков за час. Но по русским меркам это получается, где-то давайте, грубо говоря, от 10 до 15 тысяч. Эти клубы, то есть бордели, находятся в Цюрихе на знаменитой Лангштрассе и ежедневно завлекают в свои сети тысячи туристов. Они не имеют ничего общего с предметом повествования корреспондентки. Но действительно, в Цюрихе есть одна улица, которая называется Лангштрассе. Если вы попадаете туда ночью, то как будто вы оказываетесь, знаете, вот не в Швейцарии, а совершенно в какой-то такой другой странной, страшной стране, где странные люди предлагают вам странные вещи, запрещенные вещества. Женщины разной национальности, обычно это, не хочу никого обидеть, там темнокожие женщины, бразильянки, они вас могут прям за руку, там чуть ли не за шкирку затаскивать в какой-нибудь из домов. И вот в каждом практически из домов на этой улице есть клуб танцевальный, куда люди ходят, а также есть места, куда приезжают, так сказать, завлекают мужчин. Опять же, я это все слышал понаслышке, к сожалению, не удавалось мне еще попасть в Цюрих, не было пока надобности на эту улицу. Так вот, значит, настоящие кекс-клубы обычно посещают только швейцарцы, и там редко встретишь иностранца, то есть это места, где, как бы сказать, люди знают, куда они должны идти. Находятся они в разных неприметных местах города, подальше от улицы Красных Фонарей. Три, например, есть в нашей деревне Дюбендорф, это полчаса от Цюриха, ну это вот по словам женщины. Больше всего меня удивили подарочные сертификаты на входе. Их можно купить и подарить другу на день рождения или просто так. Сертификаты рассчитаны на одно или несколько посещений. Цена их чуть выше обычного входного билета. Стоит около 50 франков. Вход для девушек в такие клубы бесплатный, а для мужчин от 35 до 75 франков. В зависимости от клуба, ну а для пар вход еще меньше. То есть, по сути, цены такие демократичные. Но только, милые дамы, послушайте сейчас видео до конца, и вы поймете, пошли бы вы бесплатно в такой кекс-клуб. Значит, в этих кекс-клубах, как правило, есть сауна, бар, эротик-шоп, мини-маркет, мини-кинотеатр с фильмами соответствующей тематики. Комнаты релаксации и так называемая Гроли-холл. К сожалению, не написано, что это такое. Важное место занимает Курилка. Это место встречи в кекс-клубе. Но от себя еще хочу добавить, что меня всегда, знаете, очень сильно поражает, что вот в Швейцарии, в любом городе, очень часто на центральной улице, где большая проходимость людей, где ходят люди с детьми, я вижу вывески секс-шопов. Ой, я произносит это слово. Вывески кекс-шопов, да, то есть прям так ярко, сочно написано, что секс-шоп, и прям из витрины торчат там разных мастей, разных национальностей, разные имитаторы. Все это видно, и ты постоянно ходишь мимо и смотришь на это все. Здесь эта индустрия игрушек и так далее очень сильно развита. Я до последнего не понимал, почему. Как-то оно в России есть, но не так вычурно, как-то оно в таких вот местах. В Москве, в принципе, когда я жил, даже никогда не обращал внимания, что они бывают. Не знаю, может быть, сейчас время изменилось. И один раз, наверное, лет 5 назад, когда я еще в Москве жил, ко мне приезжала знакомая из Швейцарии. Она приехала, она была замужем. Приехала, значит, ко мне, а я уехал. И я ей оставил место, где я жил, комнату. И потом, когда я приезжаю, и она в тот день должна была уезжать, я говорю, ну что там, какие подарки себе накупила, что в Москве там такие набрала, сувениры. И она так чемодан открывает, здоровый чемодан для самолета, и показывает, что у нее там все завалено вот этими игрушками, какие-то браслеты, какие-то шарики, что только нет. Я говорю, что это, зачем это? Она говорит, ну как, мы с мужем развлекаемся, так там ролевые игры туда-сюда. А я говорю, слушай, а я даже, честно сказать, никогда это, как сказать, не знал, что такое бывает. Я говорю, а зачем тебе, ну, в Швейцарии у вас такого не бывает, что ли? Она говорит, у нас есть такое, но у нас там все дороже, поэтому я вот специально здесь набрала, чтобы у меня на несколько лет хватило вперед. Я думаю, да, странные, конечно, у людей запросы. Ну, это так, я к слову просто отвлекся. Вот, в общем, здесь это прям какая-то панацея у людей, везде в интернет зайдешь, там, не знаю, YouTube посмотреть без конца, это все рекламируется. В общем, это повсюду. Итак, я оказалась там, в Курилке. Там был обычный будний день, около пяти часов вечера. На входе меня встретили... А, нет, не в Курилке, а оказалась в этом клубе. На входе меня встретили две очень милые девушки. Как я узнала позже, одна из них Мартина активно ходила сюда раньше. Мне выдали ключ от шкафчика и полотенце, как в сауне. Я прошла сквозь полумрак клуба и не увидела ни одной девушки. Лишь несколько совершенно голых мужчин. От Курилки до сауны все передвигались обнаженными. Несколько красивых швейцарцев, скучающие, обходили со всех сторон Глори Холл, но встречали лишь друг друга. Мое появление было словно дуновение прохлады в знойный летний день. Мне улыбались, подмигивали, посылали воздушные поцелуи. Когда я вышла из раздевалки, меня уже ждали. По дверью столпились около десяти мужчин. Ужас, да? Я так представляю, русская или белорусская женщина, или украинская, вот так вот работает, извините меня, в редакции какого-нибудь издания. Ей говорит, а ну-ка иди посети кекс-клуб. Представляете, я думаю, что у нее там сердце стало. На меня, обернутую в полотенце, посмотрели недоуменно и объяснили мне, что здесь так не принято. Один джентльмен сразу же помог мне избежать конфузии и аккуратно снял с меня полотенце. Так мы все были в одинаковом положении. Обнаженные десять швейцарцев и я. Впрочем, вели они себя очень по-джентльменски. Меня сразу пригласили в бар выпить просека. Видимо, мужики поняли, что раз девушка не местная, в полотенце закутывается. Надо сначала ее хорошенько напоить, а потом уже делается... Извините, мне просто так смешно это все читать. Но это статья в газете в швейцарской. Потом еще... Он выпить, значит, просека. Потом еще по одной. Потом еще по одной. Мартина, обслуживающая голых посетителей, делала это так, словно перед ней сидела группа на бизнес-встречи. Она была подчеркнута вежливой и деловой. Мы говорили о погоде, о моем немецком акценте, в то время как по телевизору показывали порно-фильмы. Потом мы пошли в курилку. Я курила как ненормальная. Друзья, табакокурение, алкоголь вредит здоровью. Кажется, пачки мальбора не стало за один вечер. Напряжение в общении постепенно спадало. Ну, конечно, уже, видимо, просека проходила по организму, да? От погоды и акцента мы перешли к обсуждению кекса и данного клуба. Мои собеседники Уга и Дирк были здесь не в первый раз. Оба швейцарцы. И оба, внимание, друзья, женаты. Жена Дирка знает о том, что он сейчас здесь и что он тут делает. И, кстати, я тоже не раз слышал такое, что есть пары, нормальная, обычная пара. И жена может сказать ему, иди погуляй, или иди сделай свои дела. Я сегодня, у меня голова болит. Если хочешь, сходи куда-нибудь. Хочешь с другой девушкой сходить, еще сходи. Ну, почему я эту статью зачитываю? Просто показать, опять же, разницу менталитетов, да? Чтобы вы понимали, какой менталитет у нас, в нашей полосе, где мы живем, и какой менталитет вот здесь. Я не знаю, плохо это, хорошо ли это. Ну, например, я такого не очень понимаю. А кто-то, может быть, скажет, ой, это классно. В общем, пишите в комментариях. Значит, жена Дирка знает о том, что он сейчас здесь и что он тут делает. И искренне сочувствует ему, если за вечер он не сделает ничего, кроме того, что выпьет пару просека и посмотрит пару порно-фильмов. Раньше они ходили в этот клуб вместе. Но сейчас его жена решила, что стала стара до таких забав, однако не запрещает ему подобные выходы в свет. Позже он рассказывает ей все в деталях. И это, по его словам, сделает их ночь незабываемой. Это второй брак Дирка. Он женился на тайке из эскорта. Сейчас они растят 11-летнего сына Стива, и кажется, они счастливы. Уга ходит в клуб... Это же другой мужчина. Уга ходит в клуб втайне от жены уже много лет. Ему 50, а жене 46. Оба швейцарцы из правильных консервативных семей. О том, что он ходит в этот клуб, никто в семье не догадывается. Иначе это обернулось бы огромным скандалом. Но еще большим скандалом для семьи было то, что Уга владеет эскорт-агентством, одним из крупнейших в Швейцарии. Во время беседы он пытался уговорить меня занять вакантное место, вернувшиеся в Россию блондинки. Вскоре к нам присоединились Стив и Габи. И это стало моим спасением. Наконец-то в клубе появилась хоть одна девушка. Как только Габи сделала то, ради чего большинство мужчин пришли сюда, наступило время для культурного общения на темы кекса, погоды и дороговизны жизни в конфедерации. То есть пришла какая-то Габи, женщина, видимо, сделала все то, что хотели мужчины, одним разом. Я не знаю, как это получается у нее. И это было спасением для корреспондентки газеты «Русская Швейцария». Минут через 15 обсуждения последних новостей шоу-бизнеса аудитория кекс-клуба переместилась в кинотеатр. Дирк заказал мне ведерко попкорна и Кока-Колу. После фильма я и уже около 20 мужчин разошлись кто куда. Габи и Стив исчезли. Кто-то остался в кинотеатре, кто-то засобирался домой. Остальные переместились в сауну. Дирк спросил меня, не перепутал ли я клуб. Я пожала плечами и мы пошли в бассейн. После душа Дирк объяснил мне, что я смотрелась на сегодняшней вечеринке, мягко говоря, странно. Хоть и понятно, что все, все тут по желанию, и никто меня насиловать не станет, но непонятно, зачем приходить в кекс-клуб, если не хочешь заниматься оным делом. Один раз из любопытства, но второй. Вряд ли от тебя будут ждать только культурной беседы. Один раз из любопытства, но второй. Вряд ли от тебя будут ждать культурной беседы. В общем, мне кажется, что все-таки у женщины все получилось. И, конечно, в своем интервью она не стала рассказывать. Мальчик. Что за невоспитанные дети? В общем, не стала эта девушка, видимо, рассказывать, что у нее в итоге произошло. Но, друзья, не знаю, интересно вам было это видео или нет. Я, конечно, в такие места ни разу не ходил. Как говорится, когда человек женатый, ему в такие места дорога закрыта. Но, оказывается, видите, в Швейцарии совсем другие нравы. Совсем люди по-другому себя ставят, себя ценят. Не знаю, прижились ли бы такие клубы в России. И вообще, есть ли они в России. Если знаете, пишите ваше мнение в комментариях. Подписывайтесь на канал. Ставьте обязательно лайки, уведомления, колокольчики. И если интересны форматы вот таких вот статей разного рода о Швейцарии или о чем-то еще, пишите, будем снимать. Всем пока, удачки и до новых встреч.